27 мая в Казанском федеральном университете начал работать шестой международный форум по педагогическому образованию, который в этом году в связи с пандемией коронавируса впервые прошел в виртуальном формате. Мы изучали опыт лучших мировых конференций, которые в течение апреля-мая решились провести такие крупные научные мероприятия, отобрали механизмы, инструменты, наиболее приемлемые нас, где-то добавили свои идеи и в результате форум достаточно успешно стартовал. Ежедневно, помимо регулярной работы, десятков секций, симпозиумов, заседаний исследовательских групп, мы даем возможность слушателям не только из России, но и из зарубежных стран войти на любую виртуальную площадку, в любой виртуальный зал нашего форума и прослушать наиболее интересные доклады. Мы испытали, наверное, шок, когда после первого дня работы узнали, что наши площадки посетили более 4 тысяч слушателей, а сейчас это ежедневно в среднем 3 тысячи слушателей, которые в удобное для них время слушают доклады крупных российских и зарубежных ученых. Форум, несмотря на свой молодой возраст, получил широкую известность в профессиональных кругах. Если в 2015 году в нем приняли участие 165 коллег из России и других стран, в 2017 году 400 ученых из 26 российских и 38 зарубежных университетов, в 2019-м свыше 600 зарубежных и иностранных ученых, обсуждали актуальные проблемы подготовки будущего учителя, педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве. В 2020 году виртуальными участниками форума стали более 900 участников из 30 стран. В этом году в международном форуме по педагогическому образованию, который стал уже шестым по счету, 861 участник. Прозвучит на форуме 575 докладов. И то, что касается стран, которые представлены на форуме, это порядка 30. Представлено 275 университетов, 75 городов Российской Федерации. Поэтому география достаточно обширная. Несмотря даже на бушующую в мире пандемию, все традиционные приветствия, которые обычно зачитывались на открытие форума, нынче выложены как видеоприветствия на главной странице сайта ИФТ. Оценка нашей работе будет дана еще не скоро. Но со своей стороны могу сказать, что не система образования как таковая, а именно вы, учителя и преподаватели, методисты и тьютеры, сотрудники деканатов и учебных частей, все работники сферы образования позволили справиться с тем вызовом, который выбил нас из привычного ритма жизни. Рассчитываю, что такое единство и сплоченное сообщество мы сохраним и впредь. Министерство предпримет максимальное усилие по оказанию необходимой помощи и будет делать это, опираясь на ваш опыт и рекомендации. Проведение такого значимого и представительного мероприятия на фоне повсеместной отмены и переноса многих международных конференций является серьезным вызовом для университета. В условиях современного динамично меняющегося мира мы должны с вами быть готовы и способны менять свои традиционные формы коммуникации и научного сотрудничества. Поэтому я надеюсь, что более 500 участников нашего форума, вопреки всему, смогут сформировать продуктивные взаимодействия и внесут свой реальный вклад в разработку актуальных проблем педагогического образования в целом и в контексте необходимости его более активной цифровизации в частности. Многие университеты в связи с пандемией перенесли свои конференции на осень или же вообще отменили их. Но Казанский университет в партнерстве с компанией Майкрософ решил пойти другим путем и проводит в этом году шестой международный форум по педагогическому образованию в абсолютно новом формате. С текущего года международный педагогический форум будет проходить в дистанционном цифровом формате. И мы сделали это, несмотря на то, что многие организаторы форумов отложили свои мероприятия на осень текущего года в связи с невозможностью организации участия людей очно. Тем не менее, мы решение приняли проводить это мероприятие. Надо понимать, что поскольку форум такого рода в дистанционном режиме проводится впервые, то и многие решения, как организационные, так и технические, во многом уникальны и применяются впервые. Специально для измененного формата форума организаторы подготовили несколько площадок для его проведения. Аудитории, современные технологии и онлайн-программы трансляции выступлений. Все это сейчас работает так же хорошо, как если бы форум проходил в обычном режиме. Так как форум проходит в новом для него формате, то была создана специальная группа модераторов и аккординаторов, отвечающая за минимизацию срывов. Модераторы могут находиться в любой точке планеты и вести круглые столы и семинары, а аккординаторы, отвечающие за организационную и техническую часть, локализуются в университете. В случае срывов трансляции, каналы-координаторы группы смогут переподключить вещание от одного модератора к другому, то есть к любому другому круглому столу или запустить видеозапись доклада. Продюсер, он непосредственно запускает трансляцию и следит, что все будет хорошо. Если что-то случается, а такой может быть там свет пропал, интернет, то есть технический какой-то сбой, он может оперативно перевести в заставку, подключить кого-то к другому выступающему. То есть он здесь технически сопровождает это мероприятие. Координатор же, он общается со зрителями, с участниками, которые смотрят мероприятия в трансляции, задают какие-то вопросы, он их переадресовывает модератору. Модератор уже их откликтурует и общается со спикерами, задает при необходимости эти вопросы спикерами. В этом году у форума есть своя фишка. Один из круглых столов пройдет в VR-формате. Будет создана компьютерная среда одной из аудиторий университета, куда виртуально смогут прийти 12 участников секции. Я считаю, что, наверное, это маленькая революция в научном общении, коммуникации, проведении конференций. И то, что наш форум, по сути, сейчас является единственным в России в области teacher education, педагогического образования. И одним из редких примеров вообще мировой научной практики за последние месяцы говорит о том, что Казанский университет – это действительно один из флагманов в педагогическом образовании не только в России, но и в мире. Трансляция форума идет одновременно на нескольких платформах – ВК, Одноклассники, Ютуб, Твич, Сайт Кафутова. Если говорить о фестивале ИФТ, то телеканал Университет плотно работает абсолютно все годы фестиваля. Если говорить о вещании, то оно у нас, в принципе, началось в 2012 году. Именно тогда впервые телеканал Университет начал регулярно вещать на Ютубе. В этом году в связи с пандемией COVID-19 форум проходит дистанционно, и телеканал Университет принимает непосредственное участие в его освещении. Стоит отметить, что Международная исследовательская ассоциация по педагогическому образованию АИСАД оказала информационную поддержку Казанскому федеральному университету в освещении международного форума по педагогическому образованию VirtualFT. Сотрудничество КФУ с АИСАД началось в 2011 году. В 2016 году ученые Института психологии образования КФУ стали членами данной ассоциации. Кроме того, Казанский университет – единственный вуз России, представленный на карте конференции. Очень важен тот интерес, который проявляют к нам различные международные научные ассоциации в сфере образования, которые несколько лет назад не просто не знали о нас, узнав, не замечали нас, не считая себя, наверное, ровней. А сейчас мы стоим буквально в одном ряду. Некоторые мы превзошли по популярности, по охвату участников. И поэтому несколько международных ассоциаций в области образования оказали нам информационную поддержку, разместили на своих сайтах информацию о нашем форуме. Масштабная научная конференция потребовала больших усилий для ее организации в непростых условиях развития коронавирусной инфекции. Аркомитет ФТ-2020 буквально за два месяца провел огромную работу по переформатированию мероприятий из традиционного формата виртуальной. Такая форма синергии у ученых и практиков, несомненно, является востребованным психолого-педагогическим механизмом поиска новых подходов, новых идей, концепций в системе педагогического образования. Киндергарден, в Гристе, и мы даем много эмфазии на foreign languages, как также французский, спальцузский, немецкий, русский. Я думаю, у наших коллег будут вопросы. Какие будут вопросы? Можно мне буквально несколько к тому докладу из личного опыта уже сказать? То есть в моем докладе и вообще практически мой опыт, он связан с преподаванием иностранного языка для студентов нелингвистических специальностей. То есть не для переводчиков, не для преподавателей, а именно не для студентов. Я работаю со студентами-экономистами, и этим обусловлено. Ну вот как бы мой пример в рамках моего доклада. То есть, Татьяна, and the question is as follows. Are there any joint educational programs at your university available and organized with their foreign universities? If there are, so which are they? Да, спасибо большое за вопрос. В нашем университете есть программа двойных дипломов с вузами-партнерами. That's my personal view, but on the other hand, I think it's an excellent award you have done, so congratulations. Сейчас вопрос от Хуана. Тоже поздравление, благодарность за этот интересный топик, за эту презентацию. Очень здорово вы представили, как можно организовать деятельность студентов. Мы начали получать достаточно теплые отзывы от наших коллег. Многие, столкнувшись с ситуацией пандемии, понимали, что, скорее всего, форум сорвется и будет проведен на следующий год. Мы решили не подводить своих коллег, поскольку у нас еще очень серьезное обязательство по публикациям. Авторы, участвующие в международной форме по педагогическому образованию, затем имеют возможность опубликовать свои работы, опубликовать результаты своих исследований в журналах, которые индексируются в базах данных Scopus и Web of Science. Стоит отметить, что в прошлом году Казанский федеральный университет занял первое место в России и вошел в 100 лучших университетов мира в предметном рейтинге CHE. Безусловно, такая динамика в рейтингах не могла остаться незамеченной. Ведь чем престижнее становится форум и университет, тем больше к нему проявляется интерес, а тем дальше он продвигается в глобальных рейтингах университетов мира. Мы – самый подготовленный университет в нашей стране по подготовке учительских кадров. Нам удалось собрать и инфраструктуру, и самое главное – собрать достаточно подготовленный, хороший профессорско-преподавательский состав. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова